всем огромнейший привет сегодня будет видео распаковка колоды самой самой популярной на ю тубе по моим наблюдениям самой самой культовой трендовой любимая колода гадалок гороскоп щит любимая колода гадалок что он думает ко мне что что он чувствует ко мне что по судьбе у ко мне в общем на отношенческая и гороскоп ческая колода так давайте посмотрим какая колода ко мне приехала почему я ее показала обо всем вам сейчас расскажу можете сделать ставки что здесь за колода я ее заказала как вы знаете откуда китайцы нам помогают ссылок не будет на нее вы прекрасно можете найти потому что не спонсировано это видео я решила просто заказать потому что вот нет у меня ни одной вот такой колоды с собой и вот мне захотелось соответственно ее заказать шла она ко мне почти почти три месяца очень как будто бы пешком это арканум таро до пришла в пленке сейчас будем смотреть как и что очень ее любят на youtube и на просторах она нравится действительно клиентам у меня были такие ситуации когда ко мне обращались и спрашивали а есть ли у вас вот такая вот колода яру нет вы знаете у меня такой нет поэтому я решила ее заказать и сейчас мы вместе или с вами быстренько посмотрим по обзорим у меня есть буквально всего ничего времени 10-15 минут наливайте себе чайок кофе и мы начинаем что я уже открыла неподалеку была пластиковая вилка вилкой пластиковой и открыла так ну что давайте посмотрим давайте посмотрим что же здесь такое ну размер понятно он будет поменьше чем стандартно потому что это не оригинал так это я не взяла только для ознакомления если она не пойдет я обязательно куплю оригинал вот такая вот рубашка красивая с переходом затемнением красивый цвет ну давайте смотреть по порядку они не по порядку за скорее всего по порядку вот такая вот карта мах нравится она мне может быть даже часы чуть-чуть ее укруг ну чтобы вам было лучше видно в целом изображение не не мелкие надо сказать нормальные не мелкие изображения безрамочная колода вот вот так давайте будем смотреть с вами вот карта шут не мелкие изображения и очень даже симпатично разная сторона штанина шута красный и зеленый цвет астрологические соответствия в общем симпатично очень красивый мах напоминает мне одного моего знакомого тоже вот все четко ничего лишнего посмотрите ну прям вот супер прям вот супер 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 жрица тоже красивая то есть я не могу сказать что здесь что-то сверх новое сверх креативное нет просто красивая коллажная колода да то есть компьютер на коллажа ничего такого сверх оригинального нет но она красивая почему голубь на императрица это конечно хороший вопрос ну вот вот так если бы я не знал что-то императрица подумал что до королева жезла правда голубь немножко не в тему император тоже у нас со своей птицей с орлом дальше и ярофан достаточно молодой но красивый такой очень красивый влюбленные тут уже выбора нет люди уже друг на друга как говорится смотрят и уже все залипли запали и не могут отвести друг от друга взгляда да как это прекрасно колесница колесница то есть но не могу сказать что она какая-то сверх креативная что она понравится любителям сложных колод нет она понравится людям кому нравится райдер уэйт кто любит классику просто чуть более красивую она понравится тем кто любит таро марчетти скорее всего она не понравится тем кто любит вот совсем 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 строгие очень такие минималистические колода она покажется какой-то детской набором открыток правосудие тоже то есть в принципе если она будет хорошо работать вот по цветовой гамме это полное попадание в меня абсолютнейшая карты красивые но не страшно даже карта смерть посмотрите она здесь не такая страшно да тут есть карающий меч тут есть белая это роза но здесь нет лошади да то есть есть черепа в ногах то есть тут все понятно но она не пугающая то есть это очень такая клиента ориентированная колода обратите внимание очень дьявол опять же не страшный совершенно да вот образ видения да ему поклоняется до мужчина и женщина вот сидят на этой игле поклонение ему зависимости от него но нет такого дикого страха вот еще линейка огненных карт башни и дьявол ведь они даже в одной цветовой гамме то есть тут очень удобно по цветам это колода за и корена карта звезда вот такая то есть вот как будто бы вот какие-то божества сверху обратите внимание идея вот здесь звезда она как будто бы сверху находят да вот высшая сила здесь тоже высшая сила вну мне нравится мне нравится сама эта идея тут у нас луна опять же в таком же стиле солнышко ну солнышко марсельская вот не чем-то напоминает если честно дам вот такое что-то карта суд тоже востребление да сверху с небес вот карта суд все очень даже красиво карта мир пожалуйста нравится нравится если у вас ее нет и за такие смешные деньги обязательно покупайте для ознакомления рыбки вот пожалуйста туз кубков двойка кубков ну да понятно они схалтурили это же пара которая на влюбленных она же и на двойке кубка да но в принципе удобнее для начинающих понять что эти карты могут быть по энергии по смыслу схожи тройка кубков очень здесь необычная девушка и три кубка то есть она сама получает блага за троих видите ни с кем их не разделяет очень интересный момент здесь четверка кубков она также сама да то есть такая колода эгоистов вот вот почему-то у меня ощущение такое складывается да вот современных людей которые много зарабатывают много благ получает но разделить их особо и не с кем вот такая пятерка кубков мужское тело скорее всего шестерка кубков детки ну как-то детей не очень красивки голову вставили мне не сильно нравится тут еще ладно здесь просто голова как-то не очень очень много внимания уделяется небесам обратите внимание да то есть вот на фоне неба на фоне оттенков неба самых разных семерка кубка восьмерка восьмерка кубков прям очень красиво мне напомнила богемскую готику почему-то по цветам по всему прям красиво скучаю за это кого-то если честно баба студии вообще за всеми колодами скучаю что у нас девятка кубков не вернитесь особое исполнение всех желаний ну вот она такая тут башка кода где-то в отпуске женщина да что хочешь что я могу ем манго могу ем киви десятка кубков семья малыш мама папа традиционная семья что редкость для таких колодцев временных ну меня это радует паш кубков мужчина мальчик это староватый у нас паш с рыбанькой рыцарь королева в общем что хочу сказать колода красивенная колода действительно стоящая ну красивая колода красивая стоит хорошее качество надеюсь все карты в наличии будут очень на это надеюсь у нас немножко так пониже сделают вы кусок лабиринта увидели колода кстати на лабиринт обзор есть на канале дальше туз пентаклей двойка пентаклей смотрите здесь тоже ничего нового нет тройка пентаклей тоже ничего нового для меня по смыслам по образом не нахожу вот пока только тройка кубков не понравилось тут тоже карта традиционная жадины да то есть все к собственников все в себе держу никому ничего не дам пятерка пентаклей человек стоит сам ему ничего не дают нету партнера вот тоже вот карта эгоистов до одиночек все-таки это арканом таро ну аркан вообще-то тайна да то есть таро тайн шестерка пентаклей я знаю что называть старший аркан и младший аркан аркан переводится слова как тайна шестерка пентаклей вот вроде бы как деньги он дает вроде бы и рук много но неизвестно попадут ли эти деньги в эти руки неизвестно карта ожидания традиционно семерка пентаклей восьмерка пентаклей он работает создает монеты но не особо получает удовольствие при этом до девятка пентаклей что у нас тут так ну красивая женщина мне кстати напоминает веру брежневу вот посмотрите вот вот правда вот если бы я не знала подумала что-то вера брежнева на карте красивая красиво уверенно остатная что еще ну вот непонятно птица это не птица вот не могу понять вообще-то по идее сокол должен быть на девятке пентаклей не знаете сегодня десятка пентаклей само здание сами стены без людей без собак то есть без большой семьи вы видите да вот вот так родовое гнездо паш пентаклей слушайте а что жезлов еще не было да так рыцарь королева кажется своей монеткой стоит тут тоже скучновато король причем они стоят да вот обычно сидят здесь вот стоят да здесь вот такая не ленивый не ленивый двор пентаклей так ради денег готовы всегда поднять пятую точку и вот жезлы в конце почему-то лежат тоже зла двойка жезлов тоже традиционная тройка ну вот мне нравится гамма мне нравятся цвета на четверке жезлов две женщины устроили праздник пятерка жезлов перетягивание каната тоже красиво но немножко вот потому что это не оригинал отрезаны видите вот мало голов то есть тут не сразу увидишь там было пошире кому-то было бы совершенно по-другому но идея классная шестерка жезлов но лавровый венок победа все все эти дела тоже понятно семерка жезлов у нас что тут такого решетка защита в целом восьмерка жезлов тоже традиционно единственно здесь из лука стреляет да то есть направляет сами же это тоже идея неплохая тут тоже защита на девятки жезлов на десятки жезлов ему тяжело но он несет это все дело так по жезлов здесь женщина на удивление вот все эти нюансы нужно подмечать они могут давать именно нюансы при прогностике интересный рыцарь жезлов король королева жезлов король жезлов тут как бы ничего оригинально просто я уже много раз увидела эту колоду но вот ощущение когда ты получаешь совершенно другое ну и масть мечей туз мечей двойка мечей зачем тут луна не особо я понимаю ну ладно тройка мечей одну розу девушка спасла но она вянет а вторую проткнули то есть тут вот свои нюансы в этой карте есть интересные но сердца тут как бы нет четверка мечей пятерка тоже хорошо прорисовано необычно но шестерка мечей традиционно то есть тут в принципе карты все традиционные семерка обман хитрость до восьмерка девятка мечей но страшно больно тяжело но теплится огонек надежды что все закончится к лучшему что все наладится десятка мечей поражение смерть то есть прямо вонзенные клинки в женщину мечи то есть тяжелая тяжелая очень карта паш мечей рыцарь королева красиво хорошо придворный двор здесь прорисован мне нравится и король собственно вот такой вот небольшой совершенно обзор может быть кому-то поможет определиться может быть тут они знают нужна ему эта колода не нужно теперь будет знать вот на коробке вот сама эта ведущая карта дали сердце колоды вот она упрощает реальности колода даже красивее чем вот карта которая вынесена мой взгляд на коробку это мое мнение даже вот сила поинтересней на этом и сегодняшнее видео завершаю всем хорошего настроения всем хороших прогнозов всем прекрасных колод всем прекраснейшего настроения ну и на этом мы с вами прощаемся подписывайтесь на канал вы на канале как дал к напоминаю что я веду канал целых восемь лет надеюсь что вам здесь комфортно и вы напишите ваш комментарий понравилось вам это колода или нет и поделитесь ссылочкой на канал с хорошими людьми на этом все напишите если у вас это колода напишите какие карты вам больше всего понравились какие не понравились и ждете ли вы от меня новых обзоров всем пока пока